Глава четвертая. Несколько дней форы. — Слав, куда он делся? — взволнованно спросил Николай, когда автомобиль Артема резко исчез из виду. Слава заметно волновался. Если объект старается скрыться, значит, он знает о слежке. Хотя наивно было бы полагать, что опытный мент не догадался, что за ним следят. У них на такое глаз наметан. — Тут дорога немного скругляется. Сейчас нагоним, — стараясь говорить твердо, ответил Слава. Может, зря они поехали за ним. Нужно было оставаться у дома и продолжить наблюдение за женщиной. Слава чуть притормозил, всматриваясь то в одну, то в другую сторону. Куда он мог подеваться так резко? До поворота к селу еще далековато, а впереди автомобиль Артема не было видно. — Слава, смотри! — вдруг заорал Николай, отчего Вячеслав вздрогнул. Впереди, метрах в пятидесяти, посреди дороги стояла высокая мужская фигура, выделяющаяся в свете луны. Но на тормоза нажимать не пришлось. Мужчина вытянул руку вперед, и двигатель ленд-крузера захрипел и заглох. Фары не погасли, и расстояние было достаточным, чтобы осветить стоящего на дороге человека. Это был Артем. — Что за черт? — прошептал Николай. — Не чертыхайся, это грех! — прошепил Слава и полез под сиденье за куском арматуры. — Сейчас мы ему покажем фокусы, клоун безбожный. Возьми пушку. Артем стоял в ожидании и ехидно ухмылялся, прищурив ярко-зеленые глаза. Он ждал их. Слава и Николай вышли из машины. В воздухе повисла неловкая пауза. — Вот ты и показал себя, бесовское отродье! — пробосил Слава, демонстративно помахивая арматуриной. — Что вам от нас с женой нужно? — не обращая внимания на оскорбление, спросил Артем. — Следим, кабы чего не сотворили, — ответил Слава. — Вы же дети дьявола, безбожники. Мало ли, нам, православному народу, такие на земле не нужны. — Откуда вы знаете, чьи мы дети? — ухмыльнулся Артем. — Я сын своего отца, которого убили ваши так называемые братья, когда я был ребенком. — Уезжайте по-хорошему и объясните своему хозяину, что мы не делаем никому ничего плохого. — Нельзя! Вы с Шептуньей породили на свет еще более опасное существо — помесь колдуна и целительницы. Вас не должно быть на этом свете, безбожники! — упорно твердил Слава, приближаясь к Артему. — Эх! — с досадой вздохнул Артем и на секунду прикрыл глаза. В этот миг он представил, как сама земля дает ему силу. Она разливалась по телу, наполняя собой каждую клеточку, каждую каплю крови. Как бы не переборщить! Секунда, и Артем подскочил к Славе, выхватил у него из руки арматуру, одновременно выставив руку, волна энергии от которой откинула Николая на обочину, отчего тот выронил пистолет в густые заросли, которые сплошь покрывали обочину. Слава все же умудрился вывернуться и ударил Артема в челюсть, отчего тот пошатнулся, но устоял. Арматура с грохотом откатилась в сторону. Борьба продолжалась недолго. В конце концов Артем скрутил Славу, когда вдали послышались полицейские мигалки. Челюсть нестерпимо ссаднила, но Артем был даже рад, что пропустил удар. Сейчас снимет побои и будет что предъявить Славе. Нападение на сотрудника правоохранительных органов – это не шутка, а вполне себе уголовная статья. Надя, Артем и тетя Нина выехали из города рано утром. В ФАПе нужно было быть уже в восемь, а ехать до речного предстояло минимум полтора часа. За окном вовсю светило яркое майское солнце. Когда они проезжали мимо того поворота на плод питомник, Надя спросила, «Это здесь ты их ждал?» «Ага», – потирая красновато-синюшную ссадину на подбородке, – ответил Артем. «Показал им пару фокусов. Сейчас братья, а точнее братки, отдыхают в камере. Кстати, Надюш, я вас отвезу, и мне нужно будет смотаться ненадолго обратно в город. Я ж теперь в статусе потерпевшего». Надя вздохнула. «Я вернусь сразу после допроса, сегодня к вечеру», – заверил жену Артем. А у самого свербило в груди от тревоги. Тетя Нина внимательно посмотрела на Артема и сказала, «Не тревожься, я позабочусь о Наде». «Ага, как в тот раз с Навьями, когда Наде пришлось оживлять вас», – усмехнулся Артем. Тетя Нина насупилась. «Так вышло случайно. В этот раз я буду внимательнее. И оживила меня в тот раз отнюдь не Надя, а Вика, несмотря на то, что в тот момент она представляла собой всего несколько клеточек». Надя улыбнулась. «Да, ее дочке тогда было пару дней от зачатия, а сила уже была. Неужели она настолько сильна?» «Так и не выяснилось, что этим бородатым браткам от нас нужно», – спросила Надя. «На самом деле все очень глубоко и сложно. Политика, Надь, стремление контроля над массами, над общественным сознанием. Почему, ты думаешь, они выбрали своей так называемой идеологией именно православие? Да потому, что большинство из нас в массе своей православные христиане. Нам это близко, понятно. Мы ведь с тобой тоже верим, не так ли?» «Но под эгидой веры не бежим устранять неугодных, не устраиваем охоту на ведьм». Так вот, заливая в своих проповедях о православии, эти сволочи создали аж целую партию, типа за семью, за многодетность, за возрождение нации, тысячелетней Святой Руси, как они это называют. А под этим соусом собирают сейчас донаты на регистрацию этой партии. Ну, банально же, Надь, бабло, бабло и власть. А мы мешаем. Раз мы существуем, да еще и вредим, то подрывается сама сущность, незыблемость того, что сказано в Библии. Хотя на самом деле, если подумать, ничего не подрывается. Человек прекрасен в своем разнообразии, в своей свободе воли и выбора. Ведь чем правильнее, нравственнее и честнее этот выбор каждой отдельной личности, тем сильнее Бог. По образу и подобию, понимаешь? Раз есть такие, как мы, значит, мы угодны Богу. Надя вновь вздохнула. Бабло и власть. Все самое ужасное в жизни человечества начинается, когда на первый план вступают бабло и власть. А может, правы были тогда навьи, которые хотели просто жить и есть? — Нет, Надя, — вклинилась тетя Нина. — Это животное существование, а мы люди. В принципе, в Библии нужно запомнить прежде всего эту фразу, которую сказал Артем, по образу и подобию. Из нее проистекает все остальное. Не будь зла на свете. Чему будет противопоставляться добро? — Теперь они отстанут от нас? — спросила Надя у Артема. Артем отрицательно покачал головой. — Нет, боюсь, нам в любом случае придется иметь дело с самим Кораблевым. Но у нас есть несколько дней форы, чтобы разобраться, что происходит в речном. Страдают дети. Мы нужны там. — Ты, как всегда, прав, — в полголоса сказала Надя, отчего Артем довольно улыбнулся. Как и любому мужчине, ему льстили такие слова, которые Надя всегда умела говорить в нужный момент. Речное встретило их в живописном дворике Фапа. В резных кашпо, выставленных по периметру выложенной тротуарной плиткой дорожки, уже вовсю цвели пестрые петунии. Само здание было недавно отремонтировано и производило приятное впечатление, как и сотрудники, а именно фельдшер Светлана Кузина и медсестра Ирина Рыкова. Обе молодые, прибывшие в село по программе «Земский доктор». — Хорошо, что вы приехали. Мы же не врачи. Поставив перед Надей чашку кофе, начала Светлана. Я пишу направление родителям, а они уже едут лечиться к специалистам. Вы надолго у нас? У меня есть полтора месяца, чтобы вплотную заняться обследованием сельских ребятишек, — ответила Надя. Сегодня же я займусь приемом пациентов. Давайте мы вначале вас поселим, а уж потом примемся за работу, — улыбнулась Светлана. Домик, в котором администрация сельсовета разместила Надю, Артема и тетю Нину, оказался уютным и просторным. Видимо, знаменитой на всю область Нади специально подобрали самое благоустроенное жилье из возможных. В доме имелось две жилые комнаты с приличным ремонтом, кухня, совмещенный санузел с новенькой сантехникой и просторная остекленная терраса. Надя с удивлением рассматривала свое временное жилище. «Этот дом у нас вроде гостиницы», — пояснила глава сельсовета, полноватая женщина средних лет по имени Татьяна Викторовна. «Его построил наш фермер, Василий Петрович Забровский. Село-то у нас большое, аж на две тысячи жителей. Металлургический комбинат неподалеку, люди там все наши работают. Все бы хорошо. Село воспряло, развитие пошло. Ну вот начали с недавних пор детишки болеть, к сожалению. Уж не знаем, что делать. Хорошо, что вы приехали. Вас вся область знает, как волшебницу». Проводив Артема и разобрав вещи, Надя и тетя Нина вышли из дома, чтобы отправиться в ФАП для работы с пациентами на месте. «Одно понять не могу», — пробормотала Надя. «Ладно, уже рожденных детей меняют, а как у беременных-то умудряются в очреве менять. И главное, кто, как и почему это делает». «Давай детишек осмотрим, а потом подумаем, что делать дальше», — предложила тетя Нина. «Пожалуй, так и сделаем», — кивнула Надя, когда они подошли к ФАПу. Возле здания их уже ждала довольно внушительная толпа женщин с детьми разных возрастов. Каждая из безутешных матерей с надеждой смотрела на Надю, мгновенно уверовав в нее, как в свое спасение от того кошмара, в который некто превратил их размеренную сельскую жизнь. Осмотр не показывал ничего нового. Разные, абсолютно разные болезни одолевали маленьких пациентов. Но самое страшное — это их глаза. Пустые, как и сказала Вика. Полное отсутствие сознания, присущего человеческой личности. Мальчики и девочки разных возрастов. Казалось бы, ничего общего. Кто или что подменило детей? — Ты не стала лечить ни одного из них, — констатировала тетя Нина. — Жители, как видно по лицам, надеялись на большее. — Тетя Нин, это не дети, — глядя в окно ответила Нина. — Ты лучше меня это видела. Это куклы. Чем я могу помочь куклам? Нужно выяснить, где настоящие дети, и их спасать, если это возможно. Дай-то Бог, чтобы было возможно. — Я ведь могу выяснить, живы они или нет. Мне бы тоже с ними поработать. С фото реального ребенка. — Завтра сходим к родителям одного из ребят. Вон, Елагины рядом живут, — предложила Надя. — Посмотришь фото, может, чего поймешь. — Что-то, Артем, долго. Уже закат. Гляди, тетя Нин, какой красивый. В городе такого не увидишь. Вдруг любование багровым закатом прервал истеричный, визгливый крик со стороны леса, в котором слышались нотки ужаса. Надя и тетя Нина переглянулись и, не сговариваясь, бросились на звук. Уже через несколько минут они были на месте. На пороге соседнего дома сидела перепуганная худощавая женщина и крепко сжимала в объятиях мальчика примерно трех лет. — Что произошло? — отдышавшись, спросила Надя. — Оно... оно чуть не увело моего ребенка. Дрожащими губами пробормотала женщина. — Кто? — спросила тетя Нина. — Не знаю. Длинное, тощее существо с руками до земли, серого цвета, жуткое такое. Я выглянула в окно, а оно схватило Егорку и потащило в лес. Я выскочила из-за ним, поняла, что не догоню, вернулась, чтобы на помощь позвать. А он тут, Егорка, — сбивчиво пыталась объяснить женщина. — Дайте посмотрю мальчика. Надя села на порог и повернула к себе ребенка. То, что она увидела, чуть не лишило ее дара речи. Кожа мальчика была серой, покрытой язвами, но менялась в нормальную буквально на глазах. От ребенка исходил затхлый, удушливый запах тухлятины, а глаза его зияли пустотой. — Пустой, — пробормотала Надя. — Они рядом, — вытянув руку вперед, вдруг сказала тетя Нина. — Сейчас я попробую его вернуть. Тетя Нина напряглась, зажмурила глаза и что-то зашептала, делая рукой движение, будто хватает что-то невидимое. Потом она резко махнула рукой, словно бросая что-то невидимое, и открыла глаза. Женщина, обнимающая ребенка, сидела, открыв рот, и вдруг ребенок в ее руках начал рассыпаться, будто сгорая, пока не превратился в кучку пепла. — Бежим! — Егорка там! Я убила это нечто! — воскрикнула тетя Нина и бросилась в лес. Надя вскочила на ноги. — Бежим же! Чего ждете? Там ваш сын! Нужно спешить! Это был не он, а подменыш! Надя ткнула пальцем на кучку пепла. Ошарашенная женщина взглянула на пепел, поднялась на ноги и поспешила вслед за убегающей в лес целительницей. Глава пятая. Спасение Егорки и вылазка в лес. Ветки хлистали по лицу, по рукам, но Надя не обращала на них внимания, стараясь не упустить из виду неожиданно прыткую тетю Нину, которая в припрыжку мчалась по буеракам, сноровисто преодолевая поваленные сухие стволы и ловко уворачиваясь от торчащих веток. Она выбежала на поляну и обнаружила, что тетя Нина склонилась над лежащим на земле ребенком. Руки пожилой соседки были запачканы чем-то красным. Кровь! «Сейчас, сейчас, малыш!» – пробормотала тетя Нина, пытаясь зажать рану на плече мальчика. Позади послышался пронзительный визг матери мальчика. А впереди, освещенная солнечным светом, который яркими лучами пронзал густые кроны деревьев, висело тело непонятного существа, длинное, неимоверно тощие и несуразное, с руками до колен, безвольно повисшими вдоль туловища. Его продолговатая, серая, как и все тело, лысая голова была насквозь проткнута прямиком в единственную глазницу веткой сверху вниз. Из раны стекала на землю вязкая, зеленовато-серая масса, служившая монстру кровью. Видимо, ветка вошла в голову монстра и попутно пронзила плечо мальчика, которого существо несло с собой. Вот затенется тетя Нина. Она на расстоянии и загнула ветку так, что та пронзила монстра насквозь, а потом отпружинила обратно, повесив его на себе. А впрочем, неважно, как так вышло. Тетя Нина тряслась, бормотала что-то неразборчивое, она ощущала свою вину. Надя бросилась к ребенку, плюхнулась перед ним на колени и поднесла руки к его плечу. — Тетя Нин, ты не виновата, другого выхода не было, — прошептала Надя и закрыла глаза, сосредоточившись на Егорке. Кровь останавливалась прямо на глазах, а потом, по мере того, как Надя отдавала свои силы, стала затягиваться рано, пока на ее месте не остался лишь красноватый шрам. Все это странное действие, молча, затаив дыхание, наблюдала ошарашенная мать мальчика. Егорка открыл глаза и пробормотал. — Мама, хочу домой. Только после этого мать очухалась и сгребла свое дитя в охапку, испуганно глядя на Надю и тетю Нину. — Что здесь происходит? Кто вы такие? Это что такое? Она указала трясущимся пальцем на безжизненно болтающееся существо. — Мы сами не знаем, кто это. А происходит здесь нечто очень нехорошее, — начала Надя. — Пойдемте отсюда. — Мало ли, оно было не одно. Это кто вообще? Надя кивнула в сторону существа, которое внезапно завибрировало и начало таять, пока полностью не стекло вязкой массой на землю, словно заметая за собой следы. Тетя Нина судорожно сглотнула и пробурчала. — Похоже на лихо. Только обычно оно детей не похищает. Давайте уйдем отсюда, действительно. Небольшое головокружение, которое почти всегда сопровождало Надю после сеанса исцеления, ушло. Как только горло обжег, горячий чай с лимоном, Дарья, так звали маму спасенного Егорки, никак не могла прийти в себя. — Господи, ущипните меня. Уж не думала, что окажусь в гуще событий. — Мы сожалеем, что вам пришлось пережить этот эпизод, — кивнула Надя. — Они попытаются снова похитить Егорку. Как думаете? — спросила Даша. — Не могу сказать, — покачала головой Надя. — Мы пока сами не понимаем, с чем имеем дело или с кем. Вам лучше на время покинуть речное. — Вы приехали, чтобы разобраться, что здесь происходит? Ведь так? — спросила Даша. Тетя Нина кивнула. — Так вот, я никуда не поеду. В речном меня знают как знахарку. — Конечно, такие финты, что выкинули вы, — Даша многозначительно посмотрела на тетю Нину. — Я не умею, но кое-что тоже знаю. Если позволите, я вам помогу, чем могу. Но Егорку, пожалуй, все же отправлю в город к брату, точнее, к его вдове. Брат мой на днях покончил с собой, к сожалению. У них же тоже Настюша пострадала, а он все это видел и не выдержал. — Отец Насти ваш брат? А вообще это правильное решение, — поддержала Надя. Я и сама оставила дочь в городе, хотя моя Вика очень непростая девочка. Пожалуй, она даже посильнее нас с отцом будет, но все же она ребенок. — Да, мой брат. Так что считайте, у меня есть личный мотив. Я вам больше скажу. Кажется, я подозреваю, кто может иметь отношение к событиям, которые происходят здесь, — немного подумав, сказала Даша. Надя и тетя Нина переглянулись и в ожидании уставились на Дашу. В нашем селе живет, точнее, жила ведьма Дуся. Старенькая уже, но очень сильная. Поначалу она людям помогала. Лечила, снимала порчу с глаз, гадала мастерские. Ехали к Дусе со всей округи. Ведьма ведьмой, а возраст берет свое. Стала Дуся немощной, но отчего-то очень жестокой. Начала сельчанам вредить. То на скотину морно ведет, то пожары устроит, то пугает детей ночами. Сельчане на нее обозлились, решили проучить. А она исчезла. Домик ее пустует. Так вот, первый эпизод с подменышем совпал с пропажей Дуси. А перед этим Аня Артамонова, мама первого пострадавшего мальчика, сцепилась с ней на улице. Дуся ей наговорила кучу всего. Но самое главное, она угрожала, что отныне покоя в селе не будет. Мол, устрою я вам веселую жизнь. Ты, говорит, будешь первой. Через два дня с Андрюшкой случилось то, что случилось. — И где сейчас найти эту Дусю? — спросила тетя Нина. — Говорят, она поселилась в лесном домике. Там раньше егерь жил, но он умер. Только вот домик этот почему-то никто найти не может. Я полагаю, Дуся морок навела или с лешим договорилась. Он всех путает, кто Дусю ищет. Надя подперла руками подбородок и вздохнула. Ну вот, теперь ведьма. Она каким-то образом управляет славянской нечистью, заставляя похищать детей и подкидывать на их место своих детенышей. Но зачем? В итоге решили завтра поутру все вместе идти в лес на поиск загадочного домика лесника, в котором, предположительно, поселилась сошедшая с ума ведьма Дуся. К себе домой Надя и тетя Нина попали, когда село почти полностью погрузилось в темноту. Артем сидел на кухне и громко разговаривал по телефону. — Да, Ник, постарайся выставить за ними хвост. Только так, чтобы они ничего не поняли. Я созвонился с одной знакомой. Она отправит от себя жалобу в Роскомнадзор на этих сектантов, а Пашка Волков ее примет. Я уже договорился. В общем, теперь мы превращаемся в охотников. — Тем, ну что там? — взволнованно спросила Надя. — Кораблев уже насчет залога суетится. У вас что? — Видел, дело сдвинулось с мертвой точки. Надя кивнула. Тетя Нина плеснула в кружку чаю, уселась за стол и, выдержав недолгую паузу, начала рассказывать о недавних приключениях. Артем внимательно выслушал тетю Нину и задумался. — Сдается мне, там все не так просто. Но Дусю надо найти, это не обсуждается. Ладно, дамы, у нас был трудный день. Завтра после приема пациентов сразу же отправимся на поиски лесной избушки. Пока нам никто не наступает на пятки, нужно продвинуться как можно дальше. А сейчас спать. Утром возле здания ФАПа снова было многолюдно. На Надю вновь смотрели с надеждой, но на этот раз она не ограничилась простым осмотром. Надя тщательно расспрашивала, когда и при каких обстоятельствах родители стали замечать перемены в своих детях. При этом, как оказалось, не все больные дети были подменышами. Маленький Павлик действительно оказался с тяжелой задержкой развития и ДЦП, и виной этому были отнюдь не происки нечисти, а вполне себе земные причины – тяжелые роды мамы Павлика. А школьница Света страдала системной красной волчанкой. Надя поработала с этими детками, отчего у них сразу же после первого сеанса наметились улучшения. Павлика и Свету от остальных детей отличало лишь одно – у них была душа, а у подменышей ее не было. «А что, если как раз их души – причина всему?» – подумала Надя. Артем и тетя Нина, сидящие за ширмой, в этот момент переглянулись. Мысли Наде были настолько громкими, что оба услышали их. Артем вышел, убедился, что пациентов больше нет, и сказал. «Я тоже подумал об этом». Он подошел к окну, выглянул на улицу и, увидев, что во дворе Фапа пусто, улыбнулся. «Ну вот, на сегодня все. Пора домой, перекусить и на поиски домика. Надеюсь, леший не сможет нас запутать». «Нужно еще выяснить, живы дети или нет», – напомнила Надя тетя Нине. «Давай сначала в лес, а потом к родителям», – предложила тетя Нина. Артем и Надя согласились. Возле ворот, ведущих во двор изолятора временного содержания, уже стоял большой серебристый внедорожник, возле которого нетерпеливо топтался грузный бородатый мужчина в черной кожаной куртке. Он обернулся, услышав, как заскрежетали ворота. Друг за другом, понуро опустив головы, ему навстречу шли Слава и Николай, которых буквально несколько минут назад отпустили под залог. «Андрей Борисович недоволен», – грозно нахмурившись, начал встречающий. «Мы знаем, Володя, и очень сожалеем». Слава опустил глаза и даже слегка ссутулился. Николай внимательно посмотрел на него, и внезапно ему стало неприятно. Здоровый мужик омнется, как нашкодивший ребенок. Неужели гнев начальника так страшен? «И что теперь?» – спросил Николай. «Андрей Борисович накажет нас?» «Бог накажет», – уклончиво ответил Володя. «Садитесь, поедем к братьям». «Меня жена дома ждет», – попытался сопротивляться Николай. «Подождет», – хмыкнул Володя. «Это бабье дело такое – ждать, пока муж решает проблемы». «Мужики, но я хочу отдохнуть, помыться, наконец», – противился Николай. «Борода эта чертова чешется». «Да что ты все ноешь?» – рявкнул Слава. «Борода ему не нравится. Мужик на Руси всегда бороду носил». Николай вздохнул и послушно сел в машину. Раз за разом ему переставало это нравиться. Ритка дома ждет, скучает, волнуется. Эх, говорила она ему, что все это общественное движение не иначе, как секта. Ну что ж, уладим все сейчас. И он скажет, что передумал, что больше не хочет участвовать в этом спектакле. Мотор заурчал, и вскоре ворота изолятора, как и все здание МВД, остались позади. «Зачем вы за мужиком поехали? Сказано же было следить за бабой с детем», – начал отчитывать братьев Володя. «Он резко так вышел, будто задумал чего», – оправдывался Слава. «Вдруг делишки свои безбожные проворачивать собрался. Он же колдун, потомок язычников». «Прежде всего, он следак. Теперь, вон, поди, отмашь вас от обвинения в нападении на полицейского», – вздохнул Володя. «Это хорошо, что у Андрея Борисовича связи есть в высших эшелонах власти. А не то, так и сидели бы вы в камере. Как он сумел вас скрутить?» «Фокусы свои показывал. Бесы ему силу дали», – ответил Слава, – на что Володя едва заметно ухмыльнулся. Слава не заметил этой ухмылки, а вот Николай не просто заметил, он уверился в своих сомнениях. «Нам доложили, что они сейчас в речном», – продолжил Володя. «Пора закончить с этой семьей. Девчонка ихняя у сестры-язычника на Лермонтовской. Сначала уберем дитё дьявольское, затем родителей». Николай молча пялился в окно. «Это ошибка. Досадная, ужасная ошибка. Разве может Бог оправдывать убийство?» Лес встретил Надю, Артёма и тётю Нину и Дашу разноголосицей птичьих песен. Предзакатное солнце пробивалось сквозь густые кроны деревьев, озаряя яркими полосами чащу леса. «Нам туда», – указала Даша пальцем в восточную сторону. «Впереди поляна, сразу после большого упавшего дуба. Дальше лиственный лес с густым папоротником. Домик находится на стыке лиственного и соснового леса». «Идём», – махнул рукой Артём. Упавший дуб выглядел внушительно. Огромный, толстый, вековой ствол лежал на земле, постепенно превращаясь в труху. Под ним было вырыто несколько нор. Обитатели леса явно облюбовали нерукавтворную крышу для своих домиков. Миновав небольшую полянку, заросшую яркими васильками и полевыми ромашками, четвёрка нырнула в заросли папоротника. «Гляньте-ка, стемнело!» – тётя Нина подняла голову вверх. «Рановато как-то. Чувствуете? Как будто ветер шумит». В лесу всё громче и громче гудело что-то, будто ветер завывал в трубе. Артём достал предусмотрительно взятый с собой компас и с усмешкой сказал. «Компас взбесился. Поздравляю нас, мы заплутали». «Лешего проделки?» – спросила Надя, оглядываясь на Дашу. Та молча кивнула. Гул становился всё громче. Со всех сторон слышались шорохи, к которым позже присоединились ехидные смешки. «Эй!» – крикнул Артём. «Покажись нам и скажи, что тебе нужно за то, чтобы показать нам домик лесника». Внезапно всё зашипело, зашумело. Огромные вековые деревья заходили ходуном. Их ветви будто ожили, превращая свои коряги в лапы. Норовили схватить чужаков за одежду и волосы. По земле пополз густой туман. И вот впереди, прямо напротив огромного раздвоенного дуба, постепенно появилась невысокая человеческая фигура. Но это был явно не человек. Сотканный из листьев и веток, с туловищем, похожим на ствол дерева, в соломенной шляпе и с золотистой бородой, на них смотрел своими светящимися зелёными глазами леший собственной персоной. Глава шестая. Дом посреди леса. Он сверлил их светящимися зелёными глазами и, казалось, немного ухмылялся. При этом выражение лица лешего выдавало в нём подобие эмоций, и выражали они прежде всего недоверие и страх. Надя слегка повернула руку ладонью вперёд, чтобы попытаться считать его энергию, и... Почувствовала в существе душу. — Он живой, он не нечисть! — шепнула она стоящему рядом мужу. Артём вопросительно посмотрел на Надю, потом на лешего и приготовился к худшему. Неизвестно, что может выкинуть хозяин леса. — Среди вас есть целитель! — шелестящим голосом сказал хозяин леса. — Это ты? — он указал кривым корявым пальцем на Надю. — Да, я. Вам нужна моя помощь? — Моя жена больна. Ведьма тянет из неё силы. Артём и тётя Нина переглянулись. Даша же стояла молча, боясь даже пошевелиться. — Я помогу, если получится. А вы взамен покажите нам, где найти ведьму. И ещё, вы знаете о том, что происходит в селе Речное? — Леший хмыкнул. — Помоги жене моей, и я всё расскажу. Надя прикрыла глаза. Внутри её трясло не на шутку, ведь сейчас её помощь требуется не человеку. Да, это живое существо, имеющее душу, но... Если они имеют душу, то чьи же тогда дети-подменыши? Это явно не дети сказочных существ из параллельных миров. Леший понял, что Надя им поможет. Он шагнул вперёд, поднял в свои руки коряги вверх и топнул ногой. В тот же миг лес стал светлее и будто раступился. Перед гостями открылась просторная полянка, посреди которой стоял аккуратный деревянный домик с резными ставнями. Вокруг домика скакали зайцы. Неподалёку маленький оленёнок жевал траву, а на пеньке, на краю полянки, греясь на солнце, дремала пушистая лисица. При виде незваных гостей она повела ухом и приподняла голову, но леший сделал ей знак, видимо, давая понять, что эти люди не опасны. Лисица успокоилась, вновь спрятала морду в пушистый хвост и закрыла глаза. — Это дом лесника? — удивилась тётя Нина. — Здесь прячется Дуся? — леший засмеялся. — Нет, её здесь нет, она в другом месте, и оттуда мучает нас, всех обитателей тонкого мира, всех взяла под контроль. Вздохнув, добавил он. Все четверо больше не стали задавать вопросы. Они молча зашагали по густой сочной траве вслед за хозяином леса, который вёл их в свой дом. Как только они ступили на порог, из двери высунулась маленькая голова существа, похожего на лешего, только совсем маленького. — Лешачонок? — воскликнула тётя Нина. — Да, это наша старшенькая Авдотья, — кивнул леший. — А меня, Игнат, клечут. Лешачиха моя и фросинья. Мы ведь, лешие, водяные, кикиморы и прочие существа, тоже семьями живём, как и вы. И жили-нетужили, пока одна из вас не решила нас контролировать в своих целях. Хотя это ведь не она, а хозяин её, бес. — Подменыши это бесенята? — догадался Артём. Леший кивнул. Надя, Артём, тётя Нина и Даша вошли в дом. Обстановка внутри чем-то напоминала обычное сельское жилище. Посреди избы печь, у окна деревянный стол, возле стола четыре массивных табуретки. На стенах полки с глиняной посудой, горшки, чашки, кружки. Сама изба была поделена на две части. В одной стояла кровать, на которой, свернувшись калачиком, бессильно лежала лишачиха, изредка издавая утробные стоны. А из дверного проёма на гостей пялились две пары зелёных светящихся глаз лишачат. Постарше по фигуре девочка, а помладше мальчик. Одеты хозяева леса были в простую льняную одежду. Мальчик, как и отец, в штаны и рубашку, а девочка, как и мать, в платье. Лешие женского пола отличались от своих сородичей мужского лишь отсутствием бороды, одеждой, да более тонкой фигурой. А так, человеку-несведущему, сходу было бы и не понять, что это разнополые создания. Такие же туловища, напоминающие ствол дерева, конечности коряги, поросшие листвой, и лица коричневого цвета с кожей корой. Надя подошла к Ефросине, уселась на край кровати и приложила руку к ее голове. От лишачихи исходило тепло. Да, это живое создание, с душой, чувствами, мыслями. Наде стало безумно жалко больную женщину. Зеленые глаза лишачихи молили о помощи. «Помоги, милая», – прошелестела Ефросинья. «Умру я, на кого же дедушки мои останутся?» «Я помогу», – решительно сказала Надя и закрыла глаза. В конце концов, она уже не раз лечила животных, и вполне получалось. Все, как и тогда, пять лет назад, в случае с Навьей. От лишачихи в никуда тянулась тонкой струйкой нить, по которой кто-то вытягивал ее жизнь. Она на крючке. «Пересечь нить, вдохнуть немного силы», – Надя сосредоточилась. Несколько минут, и нить звонко лопнула. Лишачиха взвыла. «Потерпите», – шепнула Надя и вновь сосредоточилась. Через пятнадцать минут Лишачиха смогла сесть в кровати. Леший улыбался. «Ну, спасибо вам, добрые люди!» Неужели среди кого-нибудь из вас нет целителя? – спросила Надя. «Нет», – покачала головой Ефросинья, отхлебнув из кружки горячий травяной отвар, который ей подал Леший. «Таких, как ты, среди наших товарищей нет. Да что там говорить? Таких и среди вас, людей, единицы. Ты ведь обрубила путь, по которому ведьма из меня жизнь тянула. А так не может почти никто». «Зачем ей это? Ну, ведьме?» – спросил Артем. «А как вы думаете, она заставляет нас воровать ваших детей?» – хмыкнул Леший. «Мы у нее все на крючке». «То есть вы лишь посредники?» – удивилась Даша. «Это что же получается? Тетя Нина зря лихо убила». Волосы клочьями падали в раковину. Размеренно жужжала электрическая бритва. Николай со стервенением сбревал ненавистную бороду, словно вместе с ней решил избавиться от того дурного, что успели вложить в его голову активисты движения «Сороковники». Его супруга Рита, стараясь не спугнуть мужа, осторожно заглянула в дверь. Николай услышал движение и выключил бритву. «Ну что ты там стоишь?» – буркнул Николай. «Думаю, как бы не помешать тебе». Рита вошла в ванную и улыбнулась. «Вам разрешили сбревать бороду?» Николай посмотрел в усталые глаза супруги. Сколько же терпения уместилось в этой хрупкой женщине! Николай подошел к супруге и крепко обнял ее. «Прости меня, я не ведал, что творю!» Рита подняла глаза на мужа. «Ты молодец! Ты все понял! Я знала, что так и будет!» Николай задумался. «Я должен закончить одно дело!» «Что-то не так?» – нахмурилась Рита. «Да, они собираются убить пятилетнюю девочку, только за то, что ее родители необычные люди. Мать-целительница, отец-белый колдун, потомок древних волхвов. Я должен помешать этому!» Рита промолчала. Николай чмокнул жену в щеку, убрал бритву в подвесной ящик и вздохнул. Он понимал, что может не справиться в одиночку. Но мужчина чувствовал себя косвенно виновным в том, что ребенку грозит опасность. Поэтому он был обязан защитить девочку от своих бывших соратников. «Мне нужно ехать, Рит!» Они задумали сделать это сегодня, поздним вечером. Рита и не думала останавливать мужа. Она была рада, что пелена спала с его глаз. Женщина молча кивнула и вышла из ванной. Леший вывел гостей из леса, когда на село уже опускались сумерки. «Значит, портал, говорите?» – спросил Артем, повернувшись к хозяину леса. «И куда он ведет? И вообще, зачем ведьме человеческие дети?» «Портал ведет в промежуточный мир между вашим и тем, что за гранью жизни. Находится он в старой проклятой церкви, сразу за селом. Там правит церковный бес по имени Абара, которому и прислуживает Дуся. Бес этот очень силен, напитался уже душами людскими, насытился. Я знаю, что на земле у него человеческий облик и даже множество прислужников, которых он обманывает, чтобы питаться их душами. Подробности, к сожалению, не знаю». «Зачем ему дети?» – спросила Надя. «Ох, дочка!» – вздохнул Леший. «Души детей чистые, светлые, сильные. Видимо, собирает он их для каких-то своих целей, мне неведомых. Но зло грядет большое, если не остановить его. А вы-то? Вы создания более сильные, чем люди. Почему поддались Дусе и ее хозяину?» – возмутилась тетя Нина. «Не все мы у них на крючке, только те, до кого смогла она добраться», – опустил глаза Леший. «Меня вот Ефросиньей прицепили, а водяную Катерину дитя держит. У Дуси ее ребенок в заложниках, ведь как все выходит. Мы можем ходить среди людей, а бесы мелкие нет. Потому и подменыши, дети ихние, бесенята, болеют и погибают, когда среди людей оказываются. Взрослые бесы из своего обиталища не выходят. Вот мы и являемся такими, как это выразится, исполнителями. Курьерами, которые воруют настоящих детей, а вместо них подкидывают бесенят», – добавила Надя, – «вы ведь теперь не будете делать это?» Леший отчаянно замахал руками-корягами. «Нет, нет, что вы, родненькие, я и не хотел, но…» «Ефросинья, как же мои детки без матери-то?» «Она же, Дуся, обещала, как только нужное количество детей наберут, Ефросинью отпустить, не губить. Теперь, родненькие, они понимают, что их раскрыли. Ведь ты, дочка, нить порвала, на которой ведьма фросю мою держала. Не оставят они это просто так». «Мы знаем», – задумчиво произнес Артем. «Мы подготовимся к встрече». Леший задумался и почесал затылок, отчего соломенная шляпа слегка сползла на лицо. «Давайте-ка я вам помогу. Не справитесь вы одни. Очень силен ведьмин хозяин, силу ей дает немеряную. Чувствую, если не сладим мы с ними, конец придет всему миру, и нашему, и вашему». Вика и Кирюша играли в комнате, когда прозвенел звонок в дверь. Валя, сестра Артема, крутилась на кухне и не сразу услышала звонок. От блинчиков просто так не отойти. Один за одним ароматные тонкие кружевные блинчики наполняли тарелку. Вика, услышав звонок, неожиданно напряглась. «Мам!» закричал Кирюша. «В дверь звонят!» «Тише!» цыкнула Вика. «Нельзя открывать!» «Почему?» удивился мальчик, наморщив веснущий ты нос. «Там плохие люди!» ответила Вика. «Как же я сразу не почувствовала!» Но Валя, выключив сковороду, уже направлялась в прихожую. Вика вскочила на ноги и понеслась на перерез тети с криком. «Валя! Нельзя открывать!» Но она опоздала. Замок звучно щелкнул, дверь распахнулась, и на пороге появились двое бородатых мужчин в кожаных куртках и тяжелых ботинках. Один из них бесцеремонно оттолкнул Валю, отчего она упала и ударилась головой об обувницу. Второй полез за пояс, резко вытащил оттуда пистолет и направил его на испуганную Вику. Так же внезапно, как и первые двое мужчин, позади появился третий, тоже в кожаной куртке, коренастый, крупный, но без бороды. Он резким движением схватил мужчину, стоящего ближе к себе, развернул его за плечо и умелым ударом зарядил ему в челюсть. Это был пришедший на помощь Николай. Тот, что направлял пистолет на Вику, сгруппировался и перенаправил дуло на незваного гостя, но к этому моменту Вика вышла из оцепенения и вытянула вперед маленькую ручку, направив свою внутреннюю энергию на кисть, которой мужчина держал оружие. Бородач взвыл, разжал руку и пистолет отскочил в сторону. «Ах ты ж, мелкая безбожница, ведьма!» заорал он. Оскалился и хотел было кинуться на ребенка, но Николай вырубил и его. Кирюша, наблюдавший за всем этим действом, скулил от страха. Вику трясло мелкой дрожью, а Валя, стараясь не потерять сознание, пыталась встать. «Как вы? Все в порядке?» Николай сел на корточке, мельком осмотрел Вику, затем помог подняться Вале. «Кто вы? Что им нужно?» спросила ошалевшая Валя. «Не время объяснять. Сейчас нужно уезжать отсюда. Здесь небезопасно». Опасливо озираясь назад, пробормотал Николай. «Помогите мне их связать». Продолжение следует... Продолжение следует...